Х병 Хluk Та-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ах-а-а-а-а-а-а-а-ах, вот он появился, появился, Хрип, да, всё, поехали Итак, всем привет, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Carnivorous Triassic Redux с Синеротом Лиллиенштерном. Вот, я уже пытался вчера записать эпизод этого видео, по-моему мы немного насобирали новых динозавров, ну не динозавров, а не знаю кто это, звероящеры или как они там, синапсиды, уже не помню эту современную классификацию. Короче, мы поймали вот этого большого, аризонозавра, вот этого убрать, фиг знает, наверное убрать вот этого. Потом в софтвее в конце видео посмотрю без записи, кто из них больше, вот этот или вон тот. Вот, то видео не получилось, потому что у меня был сильный насморк, я психанул, сказал, да ну это все нафиг. Вот, ну и сегодня мы продолжаем. Я затестил вот эту пушку в том видео. Ну вот такая, 50 на 50, вот это лучше себя показал дробовик, чем вот этот автомат. Это, кстати, удивительно. Так, поехали, сегодня сразу же на новую карту, тут какие-то, видите, сверху постройки у нее, судя по всему. Будет интересно. Так, дробовик, латозавр, дуболямо, камуфляги, USP. Погнали! Так, вот мы здесь. Окей, уже фиолетовые джунгли пошли. Так, убавить звука мне надо. Фиолетовые кусты. И кактусы. Разросшиеся. Так, и еще тут есть фиолетовая вода. Интересно, она убивает? Вроде не... А, убивает, еще как. При этом значка здоровья не появилась. Так, я снова здесь, я выходил пересмотреть то, что я снял. Насколько хорошо все записалось. Вроде бы сегодня идет нормально, так что можно играть. Тут огромные кактусы. Это прикольно. Вроде бы в других модах такого никогда не было. Огромные кактусы это редкость. Мне интересно, что это за вода такая фиолетовая. Я вижу бочку. Судя по всему, это отходы. А, вот еще одна. Да, это отходы. Нет, шкала здоровья есть. Просто в Мондерс Эдишн, видите, она исчезает, когда я смотрю на землю. Будто бы она находится за горизонтом. Видите, ее не видно. Вот сейчас вот так. А вон она есть, на самом деле. Вот ее нет, вот она есть. Ну, понятно. Валим отсюда. Блин, на самом деле нам надо переправиться через эту лужу ядовитую. Ну-ка, прыгай, давай. Прыгай, прыгай, прыгай. О, почти, чуть не умер. Вот это тут покрас ландшафта, конечно. Так, где-то вроде бы в этой стороне был динозавр. Я знаю, что это не динозавры, но для удобства я буду их так называть, потому что мне все равно. Так, я вижу этого полакантуса подобного парня, который, по-моему, крокодиломорф. Хотя я не знаю. Можете поправлять меня насчет этого в комментариях, но сильно не душнить. А то мне это не нравится, когда там... Ты назвал этого муравья неправильно, нет. Мне это не очень нравится. Потому что в этом нет смысла. Это не научный канал, насколько вы понимаете. Так, вот он он. Да блин, напади на меня. Я не хочу за тобой бегать. Опа. Получай. Получай. Так. И где этот полакантус-дисмантазух, вроде бы? Так, получай. О, нет, 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 нет. Да ну нафиг. Опа. Прямо на спауне. Да блин, кактус, уйди. Вон они. Как далеко они. А, черт. Вот чего. Мамонт? А, точно. Я где-то, наверное, в начале прохождения очень много об этом говорил. Видите, на этой карте есть снег. И судя по всему, на этом снегу живут животные из ледникового периода. Это странно, но это, в принципе, логично. Потому что действие Триасика происходит во время действий Карниворос 2 и Карниворос 3. Ну, в одной вселенной и в одном месте, на одной планете. Поэтому, в принципе, они могут жить рядом друг с другом, все эти животные. Просто в разных климатических условиях. Опа, это кактус. Прикольно. Так, вот я подхожу к заснеженной зоне. Пошли эти деревья заснеженные. Тут все лагает. Красота. И опять от меня убежал этот латозавр. Задрали уже. Хватит убегать. Я не могу никого убить сегодня. Че за приколы? Наверное, можно пострелять по нему с помощью USP. Он там вроде бы в горе застрял. Так. Вроде бы я попадаю. Отлично. Первый я настоящий трофей. Потому что с предыдущими нас убили. Так, блин, смотри-ка, большой с маленьким. Что это? Какой-то динозавр. Чего? Пошел ты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Выходи. Умри. Убей его. Убей. Подбил. Серьезно? На последней секунде опять. Так, у меня на фоне лает собака. Поэтому я поставил рядом с лицом штуку, которая держит бумагу. Чтобы она была удобная. Не знаю, как это назвать. Короче, планшет, который держит бумагу. Когда ты пишешь. Вот, я его поставил перед лицом. Так. 4 тонны 420 вроде бы. Тот непонятно. Надо было в софтвей зайти. Вот он. На последней секунде я его подбил. Я не знаю. Наверное, это гиганатозавр. Гиганатозавр. Почему он... В карниваростреасик? Вот этого я не понял. Странно очень. Но интересно. Ладно. Так. Я взял USP. И... Так. На какую букву? На 4. Ага. Буква 4. Гениально. Вот. Я взял FN Fall. Потому что тут гиганатозавр этот был. Не очень круто мне с пистолетом и дробовиком тут ходить, который перезаряжается после трех выстрелов. Ага. Я вижу. Один есть. Отлично. Двое. Почему тут все лагает? Это из-за вот этих деревьев? Непонятно. Стоп. Еще один. Он застрял. Так. Так. Ага. Сколько уже? Один, два, три, четыре. Скорее всего. Так. Одного забирают. Вон один. Два и три. Да. Что-то я заметил. Мы сегодня гоняем. Мы все время в трясике гоняем. Только на одних и тех же животных охотятся. Всякие дофазавры. Как-то это скучно. Какие девять тонн? Что за приколы? Он не может вешать девять тонн. Так. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. Понятно. Так. Тонну. Девятьсот пятьдесят. И... Тонну. 800. Угу. Фигня, короче. Это все. Убираем всех. Никаких рекордов сегодня нету. Можете отключать видео. Ладно, я пошутил. Не надо. Так. И теперь вот эти тут самые большие хищники, судя по всему. А нет. Там еще и ретразух есть. И еще вот этот. Эээ. Герерозавр. Кто это? Торбозавр. Ага. С тремя когтями. Понятно. Но это гиганатозавр. Не знаю, почему его назвали торбозавром. И зачем он вообще тут нужен. Непонятно. Так. Три четыреста. Три... Две. Три сотни. Убираем. Так. Мы снова здесь. Ничего нового тут нет в плане амбиентов. Хотя я бы добавил сюда амбиента из ледникового периода. Как его звали? Свинья вроде бы. Просто свинья называлась. Так. Это плацериас. Почему ты отмечен на радаре? Или это не он? Не знаю. Он решил попить эту воду. Но судя по всему он понял, что она ядовитая и не пьет ее. И почему он меня до сих пор не заметил? Так, парень, иди отсюда. Зачем ты нападаешь на меня? Нет. Уйди. У меня другие задачи. Нет. Да уйди ты. Сдохни. Да блин, ты мне все запорол. Он когда меня убивает, он просто стоит и орет. Это странно. Это был самый тупой плацериас в мире. Он зачем-то напал на меня. У меня опять начала на фоне лаять собака. Кто-то ездит на своем мотоблоке. Очень гордится, судя по всему, своим мотоблоком, что постоянно на нем куда-то ездит. Задолбал уже. Как только я включаю видео, он такой, о, он включил запись, надо поездить. И собака такая, о, он включил запись, надо полоить. Ау-ау-ау-ау. Достали уже. Да какие дисмонтазухи? Можно что-нибудь другое? Мы мамонта тут видели, блин. Какой дисмонтазух? Стоп. Это мамонт. Только он лысый. Но при этом, несмотря на то, что он лысый, вот эта прическа у него, типа, ну, это шерсть. И почему-то она осталась. Так, сядь, достань пушку. Интересно, он нападет? Что ты забыл в пустыне? Я бы сделал им спауну только вон там, в зимнем лесу. Не знаю, почему разраб этого не сделал. Потому что в пустыне это какой-то кринж. Так. Атакуй его. Ага. Отлично. Он довольно мощный. Где, правда, тут постройки, я не знаю. Хотя, стоп, я вижу. Ну-ка, давайте включим... Включим читы. Вот так. И слетаем туда. Полетели. И как раз пока что разведаемая местность. Вот он. Я не помню, как его зовут. И неважно. И опять трофейная машина мне что-то говорит. Ага. Какой он красивый. Очень крутой. Венатиказух вроде бы. Так, тут у нас кто? Понятно. Гирирозавр. Так. Во! Теперь отключаем читы. И ходим тут так. Странный забор заставляет игру лагать. И для чего он тут? Непонятно мне пока что. Что этот забор хотел защитить? Тут как бы никого в округе нету. Что защищать бочки? Бочки могут быть в опасности? Они вроде бы и так себя неплохо чувствуют, отравляя воду. Их никто не трогает. Так. И давайте, наверное, под конец сходим на остров вот этот. Hell Islands. Hell Island. Исланд. Не знаю. Короче, остров Ад. Судя по всему. Спрятанный глубоко в каулдроны. Что такое каулдроны? Я не знаю. И каких-то гигантских вулканов. Этот адский остров живет. Что-то там. Что-то имя. Только какие-то Toadgest Animals. Не знаю, кто это такие. Какие-то животные и растения выживают здесь. Скорее всего, только самые прям вот такие выживающие, выживальщики живут здесь. И растут здесь. Так. Этот ландшафт. Что-то там. И здесь есть лава. Это все что-то там. Что-то там. Ладно. Ясный револьвер. А, понятно. Только USP. Только хардкор. Латозавр. Погнали. Дуба-ляму. Все, поехали. Перевел я нам базу. Самую базированную на свете. Это остров ад. Окей. Ничего интересного. Просто лава. В модерс-эдишине все такое бледное. В оригинале оно поярче, покрасивее. Мне интересно, вот это вот, что за пупырышки. Что это такое? Пока что тут довольно спокойно. Никакого давящего эмбиента. Хотя стоило бы его сюда добавить. Чтобы держать меня в напряжении. Чтобы я постоянно прислушивался. В этой серой части острова никого нету. При этом вон там, в дальней, более красной, куча животных. Так, отойди от меня. А, блин, понятно. Так, там впереди какое-то стадо животных. Опа. Это коричневые плацериасы. Офигеть. Я не помню таких тут. Так, надо аккуратно идти за скалами. Еще тут лава нас разделяет, блин. Она убивает меня? Убивает. Так, ладно. Сейчас мы где-нибудь найдем, как перебраться туда. Они меня не видят. Но давайте тогда враспрыжку. Хопа. Давай-давай. Прыгай, 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 прыгай. Отлично. Они убегают. Так, я вижу, вон он. Так, не смей. Пошел ты. Сдохни. Ой-ой-ой. Нет. Нет-нет-нет. Минус один. А, нет. Завалили. Так, мы на каком-то отрезанном острове заспаунились. И что нам тут делать? Ладно, рестарт. Вот, вот мы и в этой зоне. Тут все пыльное и красное. Судя по всему, эти деревья не красные, они просто покрыты этой пылью местной. Так, это латозавр, ага. Искутозавр. Тут вообще будут дальше новые животные, кроме животных из Айсейджа. Непонятно. Так, там аризонозавр плавает прямо пол... О! Да в смысле? Хватит уже нападать на меня. Этот сраный злодей-британец уже достал меня. Так, тут кто-то здоровый. Осторожно. Блин, он сейчас на скалу заберется. Забрался! Сдохни! Воу-воу! Прыгнул на меня, скотина. Это какой-то гигант по стазу. Так, там кто-то убегает от меня. Я пока не могу понять, кто. Ага, Гарганопс! Месть Гарганопсу за месть в предыдущем эпизоде. После моей мести ему. Погнали! Вон он скачет по горам. Ща он получит месть за месть. После мести. Эти Гарганопсы сами напросились. Не нужно было меня пугать. Так, тут нужно быть осторожным. Он может в любой момент напасть. Так, он за этой горой. Может ли он тут выпрыгнуть? Не знаю. Так, давай обойду его здесь. Так, тут есть окно. Смогу ли я забраться сюда? Так, вон его задница, я вижу. Э, блин. Он там запер себя в углу. Получай! Э, блин. Ща будет перезарядка. Так, один раз попал перед перезарядкой. Так, не смей. Он приближается. Он все ближе и ближе. О, нет. Ха! Туда! Давай, выпрыгивай. Э, блин, мы к нему еще не подойдем. Блин, я застрял. О, смог. Так. Вот он. Не знаю, больше ли он предыдущего. Навряд ли. Но это месть. Теперь они должны мне отомстить в следующем эпизоде. Кстати, этот отдельный остров, это вулкан тут. Но я не хочу на него забираться, потому что сейчас у нас взято утро, и мы, скорее всего, будем видеть всего лишь 10 фпс. О, смотрите, как прикольно сделано. Тут можно все-таки уйти с этого острова, прыгая по камням. Прикольно. Ага, там плацерис черный. Так, главное не промахнуться. Отлично, прыгай. Это прикольно он сделал. Я хотел в свое моды такие штуки добавить. Но, к сожалению, мой мод никогда не выйдет. Мне лень заниматься этим. Так, давай, злодей-британец, сразись со мной. Получай. Получай. Черт. Так, тут надо второго не упускать из виду. Отлично. Ой-ой-ой. Так, у меня не хватит патронов, выходим. Вот теперь мы загружаемся с эдафазавром, но при этом я могу взять револьвер. Наконец-то что-то новое. И там опять кто-то за горой, прям в том же месте, где был... А, нет. Это эдафазавры. Ну, ладно. Я думал, опять Горганопс. Так, я слышал Горганопса. Судя по всему, это будет опять месть. Две мести в одном ролике, офигеть. Так, вроде бы более-менее открытая местность. И где он? Он бежит уже на меня. Ой-ой. Нет. Ааа. Он отомстил мне, черт. Теперь я должен ему мстить. Ага, британец. Два британца. Хм, и кто-то бежит на меня. Нет, опять ты. Пошел вон. Так, и где револьвер? Получай. Ну, давай же. Эх. Ладно. Но он пока застрял. Крутится на одном месте. Отлично. Этот гигантский пастазух заставил нас немного пострелять. И при этом мы распугали... О, нет. Мы распугали британцев. Теперь они знают о нашем местоположении. Отлично. Так, там второй британец. И еле-еле я увидел... Вон того... Аризонозавра. Насколько он большой, я не знаю. Так, там еще один. Тут было целое стадо британцев. Я думаю, что охотиться на них плохая идея. Лучше выйдем. Ой-ой-ой-ой-ой. Резонозавр, нет, не делай этого. Беги. Нет-нет-нет. Фух. Я еще причем жал на кнопку манка вместо того, чтобы отходить в сторону. Ща бы он меня сожрал. Было бы гениально просто. Так, софтвей. Поехали в атрофеи. И заканчиваем на этом на сегодня. Так, вот он он. А, нет, все-таки это у него шерсть нарисована, да. Текстура шерсти. Ну, кстати, неплохо сделано. Я бы внутри рота немного изменил. Выглядит странно. Семитонный... Колумбиян Мамонт. Ну, вы все сами поняли, кто это, и без перевода. Так, 2400. Понятно, это маленький. Нам надо будет ему отомстить за месть на нашу мстю. Или как там было, я уже не помню. Так, 2300 и 2700. Вот он. Новый вид постазуха. Огромный. У нас еще старого нет, а тут уже новый. Причем он куда-то назад уехал. И причем задние ноги похожи на передние. Видите, это будто бы большой палец. Это остальные. А тут не такой. Тут будто бы задние, наоборот. Ну, ладно. В софтвее они не очень выглядят. Текстуры пиксельные. И это наша Хестернус. Не знаю, кто это, но у него большие ноздри и зеленые глаза. Ну, и это из предыдущего видео. На этом мы с вами заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. И до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok